Здравствуйте! Это программа «Город С» и Елена Чернявская. Библиотека – это хранилище книг. Как-то сухо и однозначно, не правда ли? Библиотека – это царство информации, знаний, прибежище для одиноких и место встречи для друзей. Место, где можно не только пополнить свой багаж знаний, но и интересно провести досуг. Тишина должна быть в библиотеке. Нет-нет, да услышишь эту полюбившуюся всем фразу. Но если раньше ее произносили часто и очень строго, сейчас ее произносят разве что в шутку. Да и говорить, что сами библиотекари проводят веселые и шумные мероприятия, выставляют колонки в окна, читают в микрофон произведения классиков. А вот какие мероприятия прошли в самарских библиотеках, я поговорю с моими гостями в студии. Людмила Григорьевна Яблонко – главный библиотекарь библиотеки номер 23 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы. И Оксана Владимировна Носыч – главный библиотекарь филиала библиотека номер 5 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну что же, отшумели новогодние праздники, первые рабочие дни наступили. Скажите, с удовольствием ли вы пришли на работу и соскучились ли вы по вашим читателям? С большим удовольствием пришли на работу, очень соскучились по нашим читателям. Библиотеки работали в праздничные новогодние дни, и мы радовали своих читателей мероприятиями. Если говорить конкретно о библиотеке номер 23, то мы принимали гостью Наталью Гражданкину, автора и исполнителя песен. Наталья Александровна лауреат международных вокальных и литературных конкурсов. Она уже неоднократно выступала в стенах нашей библиотеки, поэтому гости знакомы нашим читателям. Наталья Александровна сочиняет и пишет музыку, и она представила свои новые сборники, авторские свои сборники, пообщалась с читателями, и все прошло на высшем уровне, и все были, и остались очень довольны. Оксана Владимировна, с каким настроением пришли на работу вы, ну и собственно, что вы ожидаете от Нового года, и какие-то новые проекты уже запланированы? Да, безусловно, запланированы новые проекты, и на работу я шла с большим удовольствием и желанием, и уже мы успели поработать в праздничные дни, и только вчера была интересная лекция в Центральной городской библиотеке имени Крупской, просветительской лекции, о них я тоже сегодня расскажу. И в целом, я считаю, что праздничные дни надо проводить с пользой, увлекательно, не просто сидеть на диване и отдыхать. Я считаю, что библиотеки в данном случае это замечательное место, куда можно пойти всей семьей, что собственно и происходило в новогодние праздники, от мала до великая, с семьями шли, играли, читали, слушали, занимались, и отлично проводили время. Ну и мы вместе с читателями тоже. Конечно, не могу с вами не согласиться. Скажите, пожалуйста, а вот очень интересно, а вот в новогодние праздники, в новогодние каникулы, приходите за какими-то определенными книгами, что-то хочется почитать, может быть, сказочное, волшебное, либо, ну вот, все идет так, как идет. Кто ответит на этот вопрос? Ну вот, кстати, следующее мероприятие, которое было у нас в канун Рождества, мы рассказывали о книгах русских писателей, наполненных святочной атмосферой. Эти книги можно было читать за семейным столом, обсуждать. Вот, конечно, тематика запросов самая разнообразная, но поскольку это все-таки в канун Рождества, мы все-таки постарались больше представить литературу этой тематики. Хорошо. Оксана Владимировна, что делает библиотека для того, чтобы, сейчас я хочу поговорить о молодом поколении, чувствовали себя в библиотеке комфортно, чтобы им было интересно, потому что нашу молодежь, да, которая в основном в компьютерах заинтересовать очень проблематично и очень сложно. Так вот, что вы делаете для этого? Библиотеки сейчас предлагают действительно очень широкий спектр мероприятий, и усовершенствуется наша и внешняя обстановка, и внутреннее, безусловно, убранство. У нас сейчас две модельные библиотеки в рамках системы Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы, две таких, это восьмой филиал, и сейчас новая модельная, недавно открывшаяся библиотека имени Надежды Константиновны Крупской на Самарской 190-Б. Замечательные интерьеры, которые вы можете посмотреть, приходите. Обязательно там уникальные расположены такие объекты, посвященные изобретением Леонардо да Винчи, и в целом вы удивитесь, насколько она преобразилась, и как интересно молодежи посещать, поскольку мы видели в новогодние праздники очень много молодежи, действительно, которые ходили, смотрели, не только интерьер разглядывали, но в целом интересовались новой литературой, потому что модельные библиотеки также комплектуются очень интересным, разнообразным и очень современным фондом литературы по искусству. Вот пришли новые книги, очень интересные. И недавно, только вчера, я встретила одного молодого человека, студента медицинского университета, который с увлечением там выбирал книгу, мы поздоровались, пообщались, поскольку этот молодой человек ходит также и в некоторые другие библиотеки. То есть интересуется молодежь, действительно интересуется литературой, ну и проводят время. Да, то есть в библиотеки можно приходить не только адресно, вот библиотека около дома, нет, конечно, можно посещать библиотеки вне зависимости от прописки. Я сейчас только это имею в виду, и посещать все наши библиотеки. Вот чем уникальна библиотека ваша, Людмила Григорьевна? Новый год рождает новые проекты. И мы счастливы, что мы в 2022 году будем работать над двумя проектами. Расскажите о них, пожалуйста. Первый проект называется «Книга и музыка». Мы расскажем о том, как музыка повлияла на творчество писателей и наоборот, какие произведения оказали влияние на музыкальную культуру. А приведите сейчас здесь примеры. Ну, первая наша встреча состоится 20 января в 12 часов, и мы будем рассказывать «Бунин и музыка». Участие в этом проекте принимает музыкант Николай Николаевич Ангелов. Соответственно, будет и рассказ о Иване Алексеевиче Бунине в сопровождении музыки. А какие-то, может быть, интересные факты? Вот сейчас уже, чтобы заинтриговать и наших телезрителей, и, возможно, пригласить на это мероприятие всех желающих, ну, особенно любителей, конечно, творчества Бунина. Да, конечно, у нас будут читатели, которые трепетно относятся к творчеству Ивана Алексеевича, тем более, что год в прошлом году был юбилейный, поэтому мы ждем гостей разных возрастов. И второй проект, о котором я хотела сказать, он посвящен детям. Называется он «Самарские писатели детям». В течение года в библиотеке состоятся творческие встречи с такими самарскими писателями-поэтами, как Иван Бардин, Галина Михайлова, Наталья Черных, Светлана Макашова, Марина Терехова, Денис Рипстер. На творческих встречах они будут презентовать свои новые сборники, рассказывать о книгах, беседовать с юными читателями. Мы думаем, что мы от этого проекта тоже получим огромное удовольствие. — Ну не только вы, конечно, как сотрудники, но и в первую очередь ваши зрители многочисленные, которые ходят, ходят в библиотеку. — Безусловно. — Оксана Владимировна, мы сегодня говорим о библиотеке современной, библиотеке модельной. Я знаю, что в вашей библиотеке вы особое внимание уделяете подкастам. Вот, во-первых, что это такое, во-вторых, зачем они нужны в современной библиотеке, и, может быть, вы что-то придумали новое в этом направлении. — Подкаст — это новый, такой современный формат. Это аудиоблог, когда серия выпусков издается. Например, это могут быть отдельные блогеры, это могут быть библиотеки, учреждения культуры, которые ведут вот такую серию аудиопередач. В рамках этих аудиопередач освещаются самые различные темы. Для библиотеки это прекрасная возможность познакомить читателя с литературой, поскольку ведь главная задача библиотеки — это все-таки приобщение к чтению, к культурному наследию. И в рамках этого очень интересного направления у нас запущен, например, в библиотеке номер 5 на улице Аэродрома 9 запущен новый подкаст «Знакомые незнакомцы». Он выходит регулярно на страницы библиотеки ВКонтакте, все желающие могут его прослушать. Уже у нас много достаточно выпусков вышло. И в рамках этого подкаста мы рассказываем о неизвестных произведениях, известных писателях, которые, возможно, не ассоциируются у читателя конкретно с данным писателем. Вот, например, Джек Лондон ассоциируется у нас с чем? Он ассоциируется у нас со снегами, с собачьими упряжками, с такими сильными людьми, суровыми. А в то же время у него есть интересные произведения, например, сказки «Южных морей», где он совершенно в другом амплуа себя демонстрирует как писатель. И мы знакомим читателей и с этой стороны творчества. Редкие писатели, например, известный русский писатель Вон Лярлярский. Скажу, что редко кто даже слышал о его фамилии. А между тем это был выдающийся писатель XIX века, и многие журналы наши российские соперничали за право издавать его рассказы и романы. Так что вот с такими необычными фактами мы знакомим наших читателей. Какие мероприятия новогодние прошли в вашей библиотеке? Может быть, что-то произошло действительно новогоднее, удивительное? В нашей библиотеке номер пять, безусловно, прошла серия мероприятий, посвященных Новому году. У нас был настоящий Дед Мороз, дети вместе с родителями водили хоровод. Было очень интересно, прослушали интересные лекции, мастер-классы также проводились. Но не только в нашей библиотеке. Вообще в этом году была замечательная программа среди всей серии мероприятий, организованных в наших библиотеках нашей Самарской системы. Например, библиотеки номер девять. Я хочу специально сейчас вам обратить ваше внимание. Она расположена на улице Ленинградской, 73А. В этой библиотеке запущен уникальный проект «Театр теней», который называется «Сказка сказывается». Это уникальный проект, который приобщает детей, да даже, можно сказать, и подростков, и их родителей, поскольку все приходят всей семьей, к сказкам в форме вот такой театральной. Это очень древняя форма подачи материала. И «Театр теней» он совмещает и литературу, и хореографию, и музыку. И в декабре прошла серия постановок для ребятишек, которая базировалась на сказке Сутеева. Это Владимир Сутеев, наш известный мультипликатор, сценарист, практически родоначальник советской мультипликации. И прошла серия вот таких сказок, точнее, да, интерпретации сказки Сутеева «Палочка-выручалочка». И также прошла очень интересная постановка, посвященная Новому году, где зверушки искали Деда Мороза. И хочу сейчас сразу же подчеркнуть, что эта серия продолжается, и еще одно мероприятие планируется очень интересное. 19 января в 12.00 будет повтор вот этого умевшего большой успех спектакля «Новогодние приключения в лесу». Мы приглашаем тоже всех желающих детей и родителей в библиотеку номер 9. Это действительно очень интересная мероприятие. То есть пространство позволяет организовывать и такие, я не постесняюсь этого слова сказать, масштабные мероприятия, но и позволяет приглашать зрителей не только своего района, но и близлежащих. Конечно. Причем ребятишки могут познакомиться и с самими актерами, потрогать эти, так скажем, силуэты, которые изображают любимых героев, пообщаться, пофотографироваться. Очень весело, хорошо проходит. И в библиотеке номер 12 тоже прошла серия таких уникальных, очень интересных мероприятий, поскольку в библиотеке номер 12, которая расположена на улице 22-го партии из-за 56, действует центр межкультурной коммуникации. И поскольку 2022 год объявлен годом культуры народов России и культурного наследия, то в рамках вот этого года уже прошла серия таких новогодних мероприятий. Например, очень интересная рождественская встреча «Мир русской деревни», где все посетители от мал до велико, опять же подчеркиваю, что Рождество вообще это семейный праздник, поэтому были дети, родители разного возраста совершенно дети, где в рамках вот этого мероприятия устроены были посиделки в таком старорусском стиле. Читатели узнали также о народных приметах, об обрядах, о календаре, много интересных таких фактов. Библиодайджест также прошел в рамках этой серии мероприятий. Рождества «Волшебные мгновения» он назывался и был посвящен культуре разных стран, как Рождество празднуется в разных странах. Выставка была, инсталляция, где можно было увидеть настоящий самовар, лапти, всякие другие интересные предметы, их потрогать и обсудить. И также в рамках также интересного проекта, который действует в библиотеке номер 12, это клуб детективы науки. Сейчас в этих библиотеках развивается вот это направление, рассказывать о науке доступно, интересно и показывать действительно уникальные, интересные материалы, книги, литературу, в которой в библиотеке находится. Так вот, в рамках этого клуба в библиотеке номер 12 прошел такой познавательный час, ну, можно сказать, его, так сказать, где-то не лекция, а именно общение, обсуждение книги, трактата о шестиугольных снежинках. Это автор, знаменитый немецкий математик, астроном Йоганн Кеплер. Он сочинил эту работу, очень интересную на самом деле работу, интересную детям и взрослым, между прочим, хотя она достаточно серьезная по содержанию. Поскольку Кеплер был одним из начальников кристаллографии как таковой, это XVII век, и вот к этому уникальному трактату, к его сочинению научно-художественному привлеки таким образом внимание и детей, и взрослых. Всем было очень-очень интересно. Так что вот такие. Вот не сомневаюсь, очень увлекательно рассказываете, и замечательно, что такие мероприятия повторяются не только вот в праздничные дни, но и в будни, когда можно прийти, узнать, во-первых, что-то новое, ну и, конечно, развлечься и приобщиться к высокому. Скажите мне, пожалуйста, Людмила Григорьевна, вот роль библиотек в жизни пожилых людей, вот давайте пообщаемся на эту тему. Чтобы вы, пожалуйста, порекомендовали почитать сейчас, ну и какое внимание уделяете вы именно этой категории населения? Самое огромное влияние. Вы знаете, сразу вспоминаются слова Антона Павловича Чехова, который сказал о том, что надо, чтобы за дверью каждого довольного и счастливого человека стоял кто-нибудь и молоточком, стуком постоянно напоминал о том, что есть бедные, есть несчастные и больные люди, которым нужно сострадать. И если мы этого не делаем, то нас и не услышит никто. Поэтому библиотека и должна стать вот тем самым молоточком, которое говорит о том, о том, что говорит о милосердии, сострадании и человеколюбии. Библиотека наша активно включилась в реализацию городской программы «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста на период 2019-2022 года». Проект «Культура», проект «Демография». Поэтому для нас особое значение имеет именно направление с этой группой читателей. Мы обслуживаем эту группу читателей взаимодействием с общественными организациями, такими как Кировское общество инвалидов, как Общественная организация ветеранов войны и труда, территориально-общественное самоуправление. И работу с пожилыми людьми мы строим, ну, вот как бы сказать, в трех направлениях. Пожалуйста. Прежде всего, это индивидуальное обслуживание пожилого человека, когда он, прочитав книгу, приходит в библиотеку, рассказывает о своих впечатлениях, делится с библиотекарем. Библиотекарь, соответственно, рекомендует что-то еще почитать. Второе направление – это информационное обслуживание пожилых людей, ведь от них часто поступают запросы, касающиеся социальной политики, различные законы, различные постановления. И мы отыскиваем этот материал, и они нам очень благодарны. И, конечно, третье, наверное, может быть, самое приятное, где они активно участвуют – это проведение массовых мероприятий. Какие мероприятия прошли, вот даже если мы говорим о 21-м годе, такие значимые, о которых стоит сказать, ну и какие планируете в 22-м году? Именно для пожилых. Значимые мероприятия, самые разнообразные. Они очень любят творческие встречи. И творческие встречи с актерами, с интересными людьми. В прошлом году мы работали тоже, можно сказать, над таким мини-проектом, как краеведческий портрет. Мы рассказывали о достойных людях нашего города. Мы рассказывали о Вере Александре Ершовой. Мы рассказывали об Александре Малиновском. Мы рассказывали о хирурге Ратнере. И поэтому для них вот эти мероприятия очень интересны. Здесь живое человеческое общение происходит. Да, да. И причем, что я еще хотела отметить. Ведь они не просто сидят и слушают. Они подключаются к проведению мероприятий. Они общаются во время посещения библиотеки. Они знакомятся с друг другом. Они общаются. И для них это очень ценно. Потому что мы все прекрасно можем понять, что когда человек уходит на пенсию, по истечению какого-то времени, родственники не так много уделяют внимания. Потому что все заняты работой. И пожилые люди, что выходят на лавочки, сидят и вникают во все свои болячки. Библиотека стремится сделать их жизнь активной, полноценной, чтобы они чувствовали себя комфортно. Мы все это делаем. Они с удовольствием приходят к нам на мероприятия. Спасибо вам большое. Оксана Владимировна, хотелось бы поговорить еще о просветительских мероприятиях, которые проводятся в вашей библиотеке. Ну и если есть что сказать про другие, пожалуйста. В нашей библиотеке, библиотеке номер 5, мы продолжаем также проекты, которые у нас действовали в прошлом году, но в этом году они несколько видоизменились. Проект «Страны мира сквозь века» — это лекция по истории и культуре зарубежных стран. Преобразовывается в этом году в такое литературное путешествие, где многие исторические романы, которые, может быть, известны, а может быть, даже и неизвестны в широком кругу читателей, преподносятся с точки зрения истории и культуры. Для того, чтобы понять, в какой атмосфере, в каком историческом фоне, почему вообще появляются там такие необычные персонажи или, например, исторические деятели, это позволяет глубже понять произведение и объяснить многие моменты в нем. Это целая серия, целый цикл, который посвящен именно литературе. И также в библиотеке запускается новый проект в этом году. Это проект, посвященный итальянской литературе. «Либро», потому что «Либро» по-итальянски — это книга. Проект состоит из двух частей. Одна часть его посвящена, собственно, лекциям и просветительским мероприятиям, которые знакомятся с творчеством итальянских писателей, которые, честно говоря, очень мало знакомы. Широкому кругу читателей, русскому читателю. Это писатели и XIX века, и современные, совсем новые писатели, как, например, Элена Ферранте, и многие другие. И вторая часть этого проекта заключает в себе лингву-лабораторию, где все желающие могут поучаствовать, получить навыки в переводе с итальянского языка на русский или даже с русского на итальянский по желанию. И в рамках него также продолжает действовать клуб итальянского языка, где можно получить навыки речи и перевода в рамках вот этого проекта Libro. И мы продолжаем наши онлайн-трансляции, безусловно, проекты наши можно увидеть и также и онлайн-страницы библиотеки. Хорошо. Я хочу спросить вас обеих, может быть, появились какие-то партнеры новые в вашей библиотеке, может быть, или люди, которым вы хотите сказать в начале этого года, ну и, конечно, спасибо, и, может быть, выразить планы на дальнейшее сотрудничество? Безусловно, мы хотели бы поблагодарить администрацию города за поддержку, которую она нам оказывает, и новые партнеры у нас появились в том году, в конце того года, и мы продолжаем с ними сотрудничество. Это очень интересные партнеры, серебряные волонтеры города Самара. Есть такая популярная достаточно уже в интернете группа, которая объединяет людей среднего и старшего возраста, и в рамках этого сотрудничества в библиотеке номер 5 на аэродромной организована серия мастер-классов по рукоделию, которые называются «Красота своими руками», где все желающие гости могут прийти пообщаться, что-то сделать своими руками. У нас очень хорошие спикеры, которые руководят мастер-классом, показывают, как изготавливать какие-то интересные вещи, может быть, из тех предметов, которые вам уже не нужны. Это тоже очень ценное сейчас и экологичное, я бы сказала, направление. И эти мастер-классы у нас проходили как раз в декабре, посвящались новогодним игрушкам, и мы изготавливали очень интересные вещи, необычные. И продолжатся также эти мастер-классы, следите за нашими новостями. Людмила Григорьевна, сейчас предлагаю перейти к рубрике, которая мне нравится особо в нашей программе. Вы всегда приходите с книгами, и вы такие молодцы, что всегда рекомендуете и от себя лично, и от библиотеки что-то почитать. Вот проанонсируйте то, что вы принесли сегодня, и почему именно эти книги достойны внимания читателей. Я с удовольствием представляю книги для людей среднего и старшего возраста. «Джон Кенфилд. Куриный бульон для души». Это наиболее популярная серия романов о любви. Почему я обращаю на это внимание? Потому что в основном пожилые люди именно любят эту тематику. Поэтому «Джон Кенфилд». Вы с удовольствием будете читать Джона Кенфилда. 101 мини-роман о любви. Михаил Веллер. «Приключения полковника Звягина». Майора Звягина. Это одна из лучших, пожалуй, книг для пожилых людей. Смысл поведанных здесь историй заключается в том, что можно решить даже самые непосильные задачи и выйти из трудных ситуаций. Главное, чтобы вы захотели и набрались терпения. Но это не только рекомендация для женщин, но и для мужчин, я смотрю. Конечно. Пожилой возраст и для женщин, и для мужчин. И чудесная, замечательная книга Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Это книга-история о взрослении мальчика 30-х-50-х годов. На протяжении всего романа герой переживает неподдельные детские чувства, он сталкивается с осуждением, предательством, любовью, ненавистью и признанием. Почему я рекомендую именно, останавливая свое внимание именно на этих книгах? Потому что они предназначены не только для умиротворенного чтения, но они служат еще и для мотивации к улучшению качества жизни. Эти книги есть во многих библиотеках Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы. Пожалуйста, приходите и читайте. Спасибо большое. Ну и слово вам, Оксана Владимировна. Мне бы хотелось познакомить читателей наших зрителей с двумя очень интересными книгами. Одна из них совсем новая книга, которая будет интересна как раз и взрослым, и детям, и подросткам, молодежным, то есть самым широким кругом читателей. Это книга Уильяма Риттера о детективе Джекоби. Все мистические расследования здесь, или точно в одном. На самом деле, это целая серия из четырех изданий. Она повествует о таком паранормальном, как бы сейчас сказали, детективе, который живет в Новой Англии в конце 19 века. Атмосфера такая как раз зимняя, загадочная, таинственное детективное агентство. И этот детектив со своей помощницей, молодой, юной, они расследуют загадочные преступления. И ему видятся как раз, как раз все эти преступники видятся в таком мистическом виде. Они и есть необычные существа, фантастические. И еще одна книга, которую я бы хотела познакомить. Это книга из фонда библиотеки. Мы говорили с вами о подкастах, о литературе, которая заслуживает внимания. Литература не только художественная, но и научно-популярная. Изумительно есть книги по литературе ведения. Одна из них, это как раз монография Георга Брандеса «Неизвестный Шекспир», которая также была использована при подготовке подкастов. Мы пользуемся этими материалами. Книга уникальна тем, что она рассказывает нам о тайнах Шекспира именно как человека, как личность. Не кто был Шекспир, а как он создал свои произведения, как в его произведениях проявлялись личные его взгляды. Там мы видим действительно человека. А не автора. Ведь сильно человека. Ну что же, спасибо вам большое. Ну, во-первых, за интересную беседу, за те новинки, с которыми вы сегодня пришли и рассказали нашим уважаемым телезрителям. Я думаю, что советами непременно вальс пользуетесь. Спасибо вам большое за интересную беседу. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего. До свидания. И, конечно, идите в библиотеки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова